В районе Байтирек Западно-Казахстанской области сельчанам не хватает дизельного топлива. На нехватку материала люди пожаловались в ходе встреч Акима Западно-Казахстанской области с населением. Кроме того, жители района сталкиваются с нехваткой пастбища и отсутствием дорог. Наши корреспонденты продолжат тему. Встреча Акима Западно-Казахстанской области с населением района Байтирек прошла в административном центре района, поселке Переметное. С отчетом о проделанной работе перед Акимом области и населением выступил Аким района Марат Тукжанов. Он рассказал, что посевная площадь в 2022 году составила свыше 250 тысяч гектаров. Валовая продукция сельского хозяйства на 1 января текущего года в сравнении с прошлым годом составила 74,5 миллиардов тенге. На сегодняшний день зарегистрировано свыше 3 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Реализуется ряд новых инвестиционных проектов. 80% населенных пунктов на сегодняшний день газифицировано. Проводится капитальный и средний ремонт автомобильных дорог. В 2022 году выполнен средний и капитальный ремонт подъездного пути к селу Бейбутшилык протяженностью 4,8 километров, а также средний и капитальный ремонт подъездной дороги к селу Атамикен и средний ремонт подъездной дороги к селу Трёкино. В ходе встречи граждане могли задать волнующие вопросы напрямую Акиму области. Представители крестьянских хозяйств пожаловались на нехватку дизельного топлива и бумажную волокиту при оформлении заявки на ГСМ. Я за горами весенней полевой работы и нас, фермеров, интересует вопрос с выделением утешеленного дизельного топлива. Дело в том, что горький опыт прошлого года показал нам, значит, недостаточное выделение дизельного топлива сказалось очень сильно на проведении уборочных работ. Вот еще с горя пополам много хватило на весенней полевой работы, а вот с уборкой у нас получилась проблема. Дело в том, что дизельное топливо в полном объеме не было выделено, которое мы по заявкам давали. И мы вынуждены были остановить некоторые виды работы. При оформлении документов стали требовать ненужные документы. 13 тысяч тонн на сегодня, если выделили, с марта месяц будет отпускать, это хорошо. Но другой вопрос, что сейчас по документации. Почему такие лишние, если ненужные документы затребуют, то же самое надо сказать. Зачем? Доверить самому себе. Я так понял, да? Хорошо, очень. Тем более, нотариально заверят, деньги это опять лишние. Поэтому давайте вот эти моменты, если что, министру сельскохозяйства, кому это надо направить? Энергетику? Нет, с оператором. И с оператором тоже хорошо, подумайте тогда. Также сельчан волнует вопрос ремонта дорог. В селе именно Калининской у нас нету дорог, потому что наши дети не могут, и мы сами взрослые, когда бывает распудится дождь, снег, грязь, мы не можем выехать с своих домов. Очень плохие дороги там у нас. Кроме того, сельчане пожаловались на затянувшуюся стройку физкультурно-оздоровительного комплекса, а также на бесконтрольный выпас скота, который приводит к уничтожению посевов. Поэтому вопросу Акимобласти Нариман Турегалеев предложил внести идеи для поправки в законодательство. Также был организован личный прием граждан. Марина Горбук, Нурлан Кунашев, Особия Кобякинов, ТДК-42.